В соответствии с поправками закона о страховой медицине с начала 2015 года нужда в бумажных больничных отпадет. Врачи будут выписывать их только в электронном виде, что позволит значительно сократить срок выплаты компенсации больничной кассой. Она будет выплачиваться за один-два дня. Эта услуга работает, но похожая на дигитальный рецепт. В тот момент, когда врач заканчивает больничный лист и, скажем, печатает сегодня бумажный вариант, до того, когда выйдет бумага из принтера, те данные уже в базе данных больничной кассы. И в тот же момент уже имеет работодатель возможность добавлять туда несколько данных. Утверждает, что работник-то в те дни был больной и не работал, не отдыхал. Дело работодателя – добавить в больничный лист, какую зарплату получал работник. Затем налогово-таможенный департамент и больничная касса обменяются данными. И на следующий день больничная касса уже может перечислить полагающуюся компенсацию. Однако работник должен быть уверен в правильности указанного банковского счета. Ведь он может меняться чаще, чем подхваченная сезонная простуда или лечение более серьезного заболевания. Поэтому работающему человеку стоит посетить сайт больничной кассы через портал www.estie.ee, чтобы подтвердить свои данные. На сайте есть и русскоязычная версия. Особенно нужно быть внимательным начинающим работникам, чтобы не вышла путаница в случае выплаты компенсации. Особенно те, кто кончили школу недавно и получают первый раз больничный лист. У них нет в базе данных больничной кассы банковского счета. Я пользуюсь возможностью и попрошу, чтобы все работники первые проверили своих данных. На больших предприятиях и в организациях с большой численностью работников бухгалтер каждый день может посмотреть данные, кто находится на больничном. Маленьким предприятиям больничная касса советует заказать услугу оповещения. Причем пользоваться ею не обязательно за офисным компьютером. Достаточно обзавестись смартфоном. Так что рынок электронных услуг расширяется и в сфере медицинского страхования. А необоснованность страхов расставания с бумажными носителями полностью опровергли диги-рецепты, позволившие сэкономить немало времени как врачам, так и пациентам. Наталья Малюс, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.